Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. На 30 крупных строительных объектах в Сургуте в этом году завершены все работы, в том числе и реализованы проекты, предложенные инициативными жителями. В поселке Снежный, например, установлен детский веревочный комплекс с качелями, батутами и каруселью «Гигантские шаги». А на трехкилометровой лыжной трассе в лесопарке железнодорожников появилось освещение. Как отмечено на заседании штаба Сургута по подведению итогов строительных работ за год, все объекты сданы в срок. Также реализованы проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это многофункциональная спортивная площадка в восьмом микрорайоне. Городская набережная экопарка «За Саймой», где проложили дорожно-тропиночную сеть и планируют еще оборудовать спортивную площадку. На будущий год запланированы гораздо большие объемы. К выполнению намечены 23 объекта строительства, 6 по благоустройству. Закажут 9 проектно-изыскательских работ. Начнется реконструкция коммунальной инфраструктуры, в частности очистных сооружений и ливневой канализации. Будет организована площадка для выгула собак с пешеходными дорожками в микрорайоне 20А. Также строители приступят ко второму этапу оформления сквера у Дворца Торжеств. И продолжат начатые этой осенью работы на набережной протоке Кривуля. Это территория будущего масштабного комплекса научно-технологического центра. По нему тоже включен муниципальный контракт. Окончание работы в центре периода 2024 года. Работа включается на берегу укрепления, плюс благоустройство, посредственно с собой на набережной. Ответственность города Сургута в региональном федеральном проекте – это создание сетей инфраструктуры по научно-технологическому центру. Я так понимаю, что у нас все идет по графику. В связи с тем, что это региональный федеральный проект, создан фонд. Региональный фонд, который формирует вообще идеологию создания МТЦ, как образовательного кампуса, общежитий, такого научного пространства с представительством крупных корпораций, кто занимается инновациями. Может быть, надо уже нам рассказать городу во всех подробностях. МТЦ – это же не дорожа с колодцами, с трубами. Это важный объект для города, для региона. Наибольший спрос вызывает ипотека под 4%. Соучредитель компании «Сипромстрой» Николай Старожук поделился результатами партнерских программ с банками. Напомним, благодаря такому сотрудничеству квартиру застройщика летом можно было приобрести с ипотечной ставкой 0,1%. Сейчас минимальная ставка 1%. На таких условиях могут получить жилищный заим клиенты компании. Для застройщика схема выглядит так. «Сипромстрой» субсидирует банку разницу между реальной рыночной ставкой со стороны финансовой организации, которая выдает ипотеку на приобретение квартиры, и той, которая прописана в договоре у покупателя. «Берет, человек берет кредит в этом банке, дает нам деньги, а мы обратно банку возвращаем. Ну, то есть мы, говорят, нашим покупателям предлагаем три варианта. Или 6, или 4, или 1%. Такую собственную систему снижения процентной ставки на ипотеку компания ввела, потому что «Сипромстрой» не входит в список застройщиков, чьи квадратные метры можно приобрести с помощью государственной программы, то есть по льготным условиям. Однако Николай Стражук отметил, что специалисты фирмы с этим вопросом работают и недавно были на приеме у заместителя министра финансов России. Поэтому есть шанс, что компания войдет в список аккредитованных государством для выдачи именно субсидированной ипотеки. Жители Сургута рассказали, что в некоторых детских садах родителей не пускают на новогодние утренники. Как объяснили журналистам о медиа в Департаменте образования и науки Югры, на региональном и даже городском уровнях такое решение централизованно не принималось. Однако руководитель каждого образовательного учреждения имеет право, в случае если в организации или отдельном детском коллективе эпид-порог повышен, вводить ограничения. Вместе с тем в округе заболеваемость гриппом ОРВИ и ковидом растет, за минувшую неделю прирост составил 23%. Главный санитарный врач Югры рекомендовал перевести учреждение дополнительного образования на дистанционный режим обучения, а также ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, жителям посоветовали вспомнить о ношении масок в общественных местах. Сибирскому золоту 25 лет и в честь праздника мы дарим каждому покупателю скидку до 70%. А еще в своем телеграм-канале мы разыграем крутые украшения и... А это вы узнаете, если подпишетесь на нас. Телеграм-канал «Сибирское золото». Да и просто заезжайте за украшениями для любимых. «Сибирское золото». Проспект Набережный, 47. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» – отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Элемент-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-процесс-про